Зуев Александр Викторович, житель города Ридера. Здесь у меня дача в Грамотушинском ущелье находится. Существует проблема, с которой мы обратились к общественности и к телевидению, о которой сейчас озвучим. Я Лукьянов Петр Викторович, житель города Ридер. Здесь на постоянном проживании в летний период нахожусь с ноября 1985 года. Никогда на моей памяти такого не было. Когда был каскад ГЭС, все работало идеально. Технологию маленько я знаю. У меня отец был пенсионер, три года работал дежурным на этой плотине. Как вода сбрасывается, я своими глазами видел, это все было в курсе. Здесь на данный момент, где мы находимся на шугасбросе, где делается сброс воды, Раньше жили постоянно люди, которые следили за водой, за уровнем, за шугой и делали вовремя сброс. Этих людей просто-напросто отсюда убрали. Они жили здесь постоянно, держали хозяйство, смотрели за всем этим. Сейчас этого нет. При каскаде ГЭС было все нормально. Сейчас Лен-ГЭС и последние где-то лет, наверное, 8, ну лет 5-6 точно. Мы имеем вот такую проблему. То есть выпадает первый снег, буквально первый снег. И даже небольшой мороз в районе 15-20 градусов. Все. Начинается вот этот беспредел. Сбрасывается она, никто за потоком воды не смотрит. Вы видите на данный момент, никакого русла нет. А это что вообще? Это лед. Это сбрасывается вода. Это толщина льда. Это метр это лед? Это лед. Здесь 10 метров. 15-20. Да, он еще внизу. Метров 15-20. Самое интересное, вот сброс. Да, уже. Да, мы наблюдаем, сброс идет уже несколько дней без шуги чистой воды. Смысл ее скидывать? Зачем? Подскажите, пожалуйста, для казахстанцев, наших подписчиков, что такое шуга? Шуга, это снеголедовая масса. Которая поверху. Которая идет поверху, да. Нет, не сель. Это вода, вверху которой идет снег и лед. Совершенно верно. Но тут можно, конечно, на природные, на погодные условия сослаться, но это все началось гораздо раньше. До этого январского дождя, до схода лавин, я говорю, первый мороз, первый снег, ловят шугу и начинает весь этот сброс. Мы вчера вот буквально были, посещали ваш городской ТЭЦ и там был руководитель Константин, не помню как фамилия, он является вашим городским депутатом и руководителем вот очистных сооружений. И мы тоже самое задали вопрос, на что он сказал, в этом году выпало очень много осадков, то есть снега из-за этого, говорит. Поверьте, раньше осадков выпадало в два раза больше. У нас есть чем сравнить, я живу вот уже седьмой десяток в Ридере, я помню 70-е годы, 60-е годы, когда крыши даже валились от снега. Его в городе было больше двух метров, автобусы ходили, автобусы ходили, только крыши было видно по улицам. Представляете, сколько снега было? Не было такого. А самое-то интересное, я тоже здесь в ущелье с 87-го года, и вот первый раз вот такая проблема, когда затопило вот здесь дорогу, это был, мы на Новый год сюда ехали, мы спустились на Ниве и едем по льду. Для меня это было новшество, в 2002 году это первый раз, на Новый год мы встречали. Вот, проехали, нам еще говорят, вы там что, лед могли провалиться? До этого я просто даже такого не знал проблемы. И вот, получается, у нас случился мороз, это уже как только ноябрь месяц, только первый снег, первый мороз, все, дорогу у нас нижняя перекрыли. Мы, получается, ездим по каналу, вот этот канал, он бетонный, он 3 на 3 метра, то есть любая плита провалится, я поеду в машину с дровами, повезу или сам поеду, я перекрою весь город, поэтому желобу питается весь город водой. Нам, ЛНГС, получается, сейчас дает добро ездить по желобу, поэтому желобу в советские времена, когда здесь жил этот охранник и этот работник, он нам даже ходить запрещал по ней, потому что он, говорит, это стратегический объект, а так просто я, получается, провалюсь, я город оставлю без воды, меня же посадят, я окажусь диверсантом, который город оставил без воды. Вот эта вода питает весь город Ридер? Да, вот это мы с вами находимся на желобе, по которому идет вода в город Ридер. Город Ридер, питьевая вода. Да, питьевая вода, да, вот. Еще такой момент, вчера буквально местные жители сказали, что часть русла продали частные руки, то есть режимный стратегический объект. Не знаем такую информацию, это точно не знаем. Просто сам момент... Это водозабор, он в частных руках. Частных руках. Он находится до участника. Я еще можно, если я не ошибаюсь, то владельцем его является американец. Американец. Именно владелец, а Бояринов, это управленец. То есть Бояринов, который находится в Алмате, там под Боярином. Айда, вставай. Айда, вставай на мое место. Расскажи. Это же абсурд всей ситуации. Стратегический режим. Абсурд ситуации в том... Нет, подождите, секундочку. Абсурд всей ситуации. Вот этот водозабор строен был нашими отцами и дедами. Там была отработана технология. У них система шлюзов была, да, шлюзы с решеткой, шлюзы, которые верховую часть шуги сбрасывали в обводной канал громотухи. То есть там целая система шлюзов и этих лебедок рейферных, которые убирали это все. Сейчас это все нарушено. То есть сама технология, то есть нельзя перекрыть, часть отдать. То есть вот этот шугосброс, это аварийный. В случае, когда пока там закрывает, и которая шуга пошла сюда, чтобы его можно было здесь сбросить. Это только на временное там сколько там, час-два, пока там перекрывается. Как только налаживается это все, низовая вода идет в город, а верховая вся шуга сбрасывается по руслу реки. Русло реки идет вдоль гор, вот, и спокойно, то есть на деревню ничего не приходит. Сейчас этого ничего, все это сейчас нарушено, вся система. Может быть мы не правы, да, но нет той технологии, которая была раньше. То есть город получал воду и деревню никогда не топило. В деревне порядка ста дворов. И в советские времена здесь даже школа была, магазин был. Здесь кипела жизнь всегда. То есть порядка ста. Вот это все сейчас затоплено? 30 с лишним домов уже затоплено. То есть полностью ушли. Да, там получается вверх маленько, да, поэтому пока вода. Но она постепенно в день по одному участку в ту сторону сейчас вот заходит. Это данное сооружение, это шугосброс, я так понимаю. Да, аварийный шугосброс, шугосброс. А работает он без перекура уже в ноябре. А сошлюз, который просто нужно перекрыть, мы не знаем, потому что, как говорится, администрация нам не докладывает. Поэтому сам вопрос в том, чтобы наладили технологию по отбору воды в город и своевременному сбросу шуги в речку, но никак не в поселок людям. Как отреагировали городские власти, а гибриды. Да, давайте. Старство Владимир Владимирович. Я коренной житель этой деревни, здесь родились мои отец, проживали деды, я сам здесь родился всю жизнь. Вот здесь мои деды строили вот это каскадка. Вот этот канал, по которому идет вода, это стратегический объект. Мы все уже отметились. Об этом знает наше все руководство. Обращались, допустим, Иван Иванович и в комитет национальной безопасности. Два раза была встреча с Акимом нашего города. Два раза заседание вот этой группы было в ЧАЭС непосредственно в нашем городе. Два раза было заседание в прокуратуре. Так как, допустим, мне пояснил прокурор нашего города, этот объект находится в частной собственности. ТО ЛКГ, зарегистрированного в городе Алмате. То есть сейчас происходит мораторий на проверки, мы ничего сделать не можем. Власти нашего города отстранились полностью. Власти, то есть Аким? Аким, ЧАЭС, прокуратура, все-все просто отстранились. Они в курсе вашей проблемы? Они в курсе, и были заявления, встречи с Акимом. Я два раза лично, допустим, с Иваном Ивановичем Серовым заходили к Акиму на прием. Он говорит, все, я разберусь. Вот это продолжается уже, допустим, около двух месяцев. У нас, допустим, нигде не озвучено уже три раза ЧАЭС. Первый раз затопило в городе, район Досафа. Все промолчали, все. ЧАЭС ни разу не объявлено. Добивали, чтобы объявить ЧАЭС, согласно, допустим, нормам и закона, если объявлено чрезвычайное положение, что людей топит. Они перекрыли нашу городскую дорогу. Эта дорога принадлежит Маслихату. Полностью проезд перекрыли в населенный пункт. Власти наши никак не реагируют. Первый ЧАЭС затопили Досаф. Второй ЧАЭС, допустим, я не знаю, кто, допустим, вводит в заблуждение нашего Акима, потому что, допустим, показал МИР-24, Хабар, я сам смотрел, Аким, докладыватель, сошла шуга, поэтому у нас нет доступа воды на ТЭЦ. Сутки жители города были вообще без воды.